У меня есть фотография, когда мне 12 лет, и у меня есть фотография с Кириллом Кто у тебя был тренер? Я говорю, никто, не верю Довольно-таки не молод, но я и не стар, и сольного проекта мне не видать Естественно, нужно обязательно знать нотную грамоту Я уже спать захотел, но это неинтересно, ну давай дальше Андрей развелся, Кирилл нет, до 50 надо Ну, наверное, жить в гармонии с собой А потом в гармонии, с Игорем мы тренером приехали в Одессу отдыхать Это обязательно нужно любому музыканту Я свободный, я... или грим Уже вышел первый и второй альбом, и ты только появилась Нарко... э, извини Если ты родишь мальчика, чтобы называй его Кириллом Все, не смотрите больше Всем привет! Сегодня у нас в гостях жилисты группы Ивановский Интернешнл Но не полным составом, к сожалению Сегодня мы от тезки, мы Кирилл Андреевич Я только сегодня узнал, что будет интервью, говорит Кирилл, не хочешь поучаствовать? Я говорю, давай, так бы он был один Давайте поговорим с вами о детстве О детстве? Да, несмотря на то, что у вас много общего, вас зовут Кирилл, вас зовут Кирилл Детстве у нас были разные Я объясню, чем мое детство отличалось от Кирилла Морем! Я вырос просто на Иванушках Интернешнл А вы были Иванушками Интернешнл Представляете, у меня есть фотография, когда мне 12 лет, и у меня есть фотография с Кириллом и с Андреем То есть я в 12 лет был в пионерском лагере Артек, где я сфотографировался с ними А кто мог предположить, что вы сейчас? Что я стану солистом и сидеть в центре, между вами? 97-й год, Артек, да, Кириллу было 13 лет А, 13, да, точно Поэтому никто не предполагал, что через много-много лет Кирилл будет у нас третьим-третьим членом коллектива, да И вы знаете, это действительно, это судьба, слава богу, что так все произошло хорошо А ты про Одессу спрашивала? Да Ну, Кирилл вырос в Одессе, я в Москве, в Москве море нет, к сожалению Мое детство прошло в Одессе, конечно, мое детство все, слава богу, прошло у моря Я такой южный человек, и мне на самом деле где-то в Москве сложновато, потому что мне не хватает здесь солнца Здесь слишком короткие дни, но здесь есть свои плюсы Мне нравится, как здесь проходит зима, какая она красивая, сухая, сухой мороз, мне нравится лес Но, конечно же, больше меня тянет к морю, поэтому я очень скучаю за морем И максимально, когда была возможность, я не говорю сейчас об обстановке в мире, к сожалению То при любой возможности я всегда улетал туда, где есть море и туда, где есть солнце И все-таки у вас проведем параллель У вас с детства проходило в простой семье, то есть не склонно к творчеству А у вас как раз-таки наоборот Ну, как склонно, я вам скажу, что... Извини, Кирилл, я бы сказал У меня мама, она была певицей, но она занималась этим, больше сказать так, любительски И когда она встретила моего отца, он ей поставил ультиматум Либо он, либо сцена И вот мама тогда выбрала, понятное дело, моего папу И у нее была мечтой, да, как бы связать со сценой себя И, наверное, она во мне воплошила все свои какие-то мечты И я уже в 6 лет тогда пошел в музыкальную школу по классу фортепиано И занимался, и мама, собственно, везде меня сопровождала Ездила со мной, тогда был такой телевизионный конкурс «Утренняя звезда» И в 11 лет я уже в нем участвовал И вот все-все это, наверное, благодаря вот стремлению моей мамы Которая вот хотела, чтобы все-таки артист в нашей семье появился В вашем лице? Ну, да А у вас? У вас совершенно другая история У меня, да, другая И, к сожалению, бабушка ушла, когда я родился Моя бабушка родная, она пела в хоре имени Пятницкого Известный хор был в Советском Союзе, вот Но она там немного проработала И, наверное, творческие корни Хотя у меня мама просто была рядовым, главным инженером-технологом Папа был строитель, поэтому они к творчеству не имели отношения Но у отца был практически идеальный слух Он красиво пел, у него был такой низкий баритон У папы, да Поэтому, может быть, где-то его мечты осуществились И, наверное, я их, наверное, воплотил, да Хорошо, затронем тему образования Насколько я знаю, вы, по-моему, не знаете Я не имел отношения к творческим вузам, да Вот, у меня единственное Естественно, мы занимались по классу фортепиано С альфеджио, вокалом Немного с Игорем Сориным и с Андреем, да Поэтому это было как раз перед записью первого альбома И поэтому в таком ключе А так, в принципе, естественно, нужно обязательно знать нотную грамоту Чтобы понимать, что ты будешь делать на студии Это нужно обязательно любому музыканту, да? На самом деле, я бы здесь поспорил Потому что сегодня очень много даже таких хороших музыкантов Которые придумывают хорошее, неплохое свое звучание в музыке Не имеют музыкального образования, да? Не имеют музыкального образования Очень есть много талантливых людей Которые, да, они слышат по-другому И иногда даже людям мешает то, что их в музыкальных школах учат правильно Да, там, да, то есть ты там не можешь из этого аккорда выйти в этот аккорд В определенной рамке загоняют, да И ты начинаешь думать, вот я начинаю, когда на студии мы там пишемся Я начинаю думать, так, вот это неправильно, вот это правильно И иногда это мешает Поэтому я за то, чтобы, если уже есть какой-то слух И есть желание работать на студии, то нужно это развивать Уже по мере, ну, желания, да, да, что тебе нужно Пример, прямой пример вот из спорта, да Я никогда не был тренером по плаванию Однако я научился плавать сам Батерфляем, кролем, никто не верит Мой хороший старший товарищ, он легендарный человек Владимир Сальников Я говорю, кто у тебя был тренером? Я говорю, никто, не верю А я ему показал видео, где я плаваю батерфляем А как получилось? А? Видеоуроки Книжки по спорту, то есть, ну, желание, желание и стремление, да И главное не лениться, вот Сможешь Сможешь Это ко всем областям относится И к музыке, и к творчеству, и к спорту, ко всему, и к бизнесу И к похудению И к похудению, да Вот к Соку, и к Ивану, что есть, конечно Многим нашим клиентам интересно Как вы попали в этот клуб? Попал очень просто Я находился в Одессе на отдыхе Это было лето, это был июль И Кирилл тогда не было Приехал Андрей С Игорем Матвенко С Игорем Матвенко Приехали в Одессу отдыхать Потому что они, в принципе, очень любят мой родной город И там в клубе, отдыхая, просто я увидел их Это был хороуки клуб, очень известный в Одессе Опера назывался, он до сих пор, по-моему, есть И я увидел их, подошел, сказал, можно ли спеть дуэтом Мы спели песню «Снегири» и все А потом, через полгода, опять будучи в Одессе Мне зазвонил телефон, я поднял труппу Андрей сказал, это Андрей Григорьев-Аполлонов Какие у тебя планы? Приезжай в Москву Я подумал, что меня приглашают спеть сольно Но когда я приехал на студию Приехали ребята, приехал Кирилл, приехал Андрей И я понял, что что-то здесь не так Не так И сольного проекта мне не видать И мне предложили, мне сказали о том, что Олег тогда уходил из коллектива И мне предложили стать новым солистом Что было сложно в том, что гастроли уже были расписаны Им нужно было очень быстро влиться в коллектив И первую Учить песни Да, но песни я знал Ну не все Не все, но как бы знал Вот, мне сказали, быстрее учи и поехали сразу на гастроли Вот так это все произошло, то есть это просто случай Сложно было вливаться в коллектив? Честно говоря, да Потому что были проблемы в том плане, что меня не всегда принимали Вот Выступая в клубах, бывало так, что там какие-то были и выкрики Это было пару раз, не больше А на самом деле глобально в 99% это было воспринято очень хорошо Поэтому со стороны Кирилла и Андрея была огромная поддержка, которая помогала И со временем песни, которые я начал исполнять, они стали не просто теми песнями, которые я слушал в детстве А стали моими, то есть я их начал исполнять по-своему И это начало восприниматься очень так, по-доброму людьми Хорошо, а что вообще касается группы Иванушка Интернешнл Вам недавно исловно 26 лет? А это вопрос Кириллу Андрею Так Рассказывай 25 лет, Кирилл 26 26 26, но группа Тебя еще не было даже в планах Да Группа образовалась Когда, когда, извини, пожалуйста Да, да Я не буду спрашивать, сколько лет, но я уверен, что Уже вышел первый и второй альбом, и ты только появилась А как можно? Группа образовалась 10 ноября 94-го года Когда я первый раз увидел, естественно, Андрея Игоря И в этот день Игоря ждали 20 человек друзей его дома Он, естественно, приехал там А мы, естественно, встретились вечером На базе потом, как выяснилось, что это была репетиционная база В одном из клубов города Москвы И так познакомились И с этого официальный день рождения группы 10 ноября 94-го года Первый клип у нас появился на песне «Вселенная» в 95-м году Вот, поэтому, в общем-то, несложно посчитать Ну, вот в этом году 25 лет В общем, «Иванушки Интернешнл» — это единственный бойс-бенд Ну, как минимум на постсоветском пространстве Который вообще сохранился и продолжает свою деятельность И чтобы не говорили там, ну, это получается И это нравится У нас большие концерты, туры И в Америке уже было 2 тура, в Германии Поэтому спасибо огромное всем, кто слушает «Иванушек» И у нас впереди очень много интересного Несмотря на то, что наш концерт перенесли на год Что касается того, что всего Очень много всего интересного планируется Приоткроется завистами, может? Ну, мы можем немножко рассказать Планы были очень обычные, как и у всех Сделать хороший юбилейный концерт в Крокусе Он должен был состояться буквально 26 ноября 27-28 ноября Да, два концерта Но в связи с обстановкой в мире И у нас здесь, в России Мы, к сожалению, были вынуждены перенести концерты на год Как и все остальные артисты Вот, поэтому Мы готовили очень большое интересное шоу С хорошими видеоэффектами С красивой сценой С хорошим балетом С новыми песнями С новыми песнями В общем, это была интересная история От хорошей постановочной группы Во главе с одним из самых таких известных режиссеров питерских И все это, к сожалению, перенесли на год Никита Садовников, очень хороший режиссер Да, Никита Садовников, который готовил и продолжает готовить наше шоу И у него день рождение 10 ноября В день основания группы Ивановки В день основания группы Ивановки Вот, поэтому я думаю, что открывать шоу Все сюрпризы мы не будем И мы очень надеемся только на одно Чтобы все были здоровы Чтобы все проходило нормально И мы бы встретились через год на нашем юбилейном концерте 12-13 ноября 2021 года Поэтому заочно Всех вас приглашаем Билеты всех, кто купил на концерт Которые перенесли Они абсолютно остаются действительными Поэтому вас ждем, заочно приглашаем Что касается Садовников У вас 2011-м году лично вас Да Альбом, да Совершенно верно Пересение судеб, да Это было, когда я еще находился в Украине Я жил в Киеве И после того, как я выпустил альбом Прошли концерты Я принял участие в Киеве В Голосе, в проекте Голос И после Голоса, это был 13-й год После Голоса я сразу попал в группу Ивановки International И заниматься сольно Не то, что даже не было времени И это физически было невозможно Потому что количеством гастролей это было невозможно Но У нас есть абсолютно нормальные отношения с нашим продюсером И каждый участник группы имеет право выпускать свои сольные песни Заниматься сольным творчеством Я думаю, Кирилл сам расскажет о своем пути А я расскажу потом о своем У Кирилла вышел альбом, да У меня вышел двойной альбом Я что-то записываю, что-то убираю Переписываю Аранжирую по-новому Потому что время идет У меня альбом вышел в 2009 году И Давненько Голоса На тот момент я выпустил То есть арендовал полностью ночной клуб Выпустил альбом Сначала была презентация на горбушке Потом естественно На горбушке зачем? На горбушке, но такое было условие звукозаписочной компании Горбушка, потом естественно ночной клуб Да Было очень много СМИ, журналистов Пришел Игорь Матвиенко Рыжий не доехал, хотя его приглашал Андрей Григорьев Аполлонов И вы знаете Он просто прошло все Прошло все замечательно В теплой атмосфере С программой сольной, с балетом И периодически, когда у нас нет концерта в группе Я естественно с программой гастролирую Или в Москве даю концерты Песен на сегодняшний момент У меня уже где-то около 22 песен Записано И вот В плане творчества и спорта Я играю в команде И в одной команде со мной играет Сергей Крестовский Группа Ума Турман И он мне в общем-то Мы с ним записали очень хорошие и достойные песни Одна такая очень балладная, романтика Называется «Наш рандеву» И вторая песня под названием «Зима» Она уже не в альбоме, просто она есть уже в общем-то Надо писать новое, Кирилл Это да, надо писать новое, поэтому все в работе Прошло-то сколько лет, ты прикалываешься? Вот прошел, вот прошел Как, 2009-й цел? Нет, я сейчас прошел год, как я записал Даже полгода я звал эти песни, которые Понятно Сразу видно в газировку А? Да У меня все по-другому Я совсем недавно выпустил Ну как недавно, год назад я выпустил 2 трека Записал на них клипы Это песня Аномальная и вторая песня Это, кстати, третий трек Это я сделал совместный трек с другим исполнителем Но к этому сейчас это позже Вот И сейчас я параллельно просто занимаюсь сольными песнями Но я ищу какие-то новые коллаборации с другими артистами И две песни из моих новых как бы релизов Написал мой друг, это Артем Иванов Это бывший солист группы Инь-Янь, который написал практически все хиты для Светланы Лободы Сейчас он мне написал новую песню Она называется Make Love Она буквально через неделю уже выходит на цифровые площадки И я думаю, что это только начало всего такого сольного пути Потому что говорить о том, что это хит я не буду Потому что для того, чтобы вообще что-то получилось, надо очень много и долго работать Поэтому сегодня очень много интересных и молодых классных артистов, которые выпускают свои новые треки Они свежие, они молодые, они клевые И угнаться за этим практически невозможно Но мы стараемся и я в любом случае экспериментирую Поэтому подписывайтесь на мой YouTube-канал Я на ваш Вы подписывайтесь на Instagram на наши, следите У нас будут очень интересные всякие прикольные штуки Музыкальные, розыгрыши и какие-то премьеры Поэтому в скором будущем вы услышите много интересных песен Как и у Иванушек, так и наши сольные Как пандемия сказалась на вашем браке? Да, много разводов сейчас последовало Вас это укрепило, может быть? Да Кирилл укрепило, Андрея не совсем В том пандемии, что не пандемии Понимаете, когда... Андрей развелся, Кирилл нет Не, ну когда ты вот со своей женой в одном направлении Дышите, живете, думаете, молчите в одном направлении Это видно, это, знаете, ну бывает, естественно, ссоры Все бывает, мы живые люди Но главное вовремя попросить прощения И понять, что... Ты чего спрашиваешь, у тебя проблем? Понять, что... Кирилл сейчас поведает нам Понять, что твой родной человек, это самое главное Сколько у вас в браке уже лет? 22 года 22? Да А я ни разу Я приеду? Нет, я вообще ни разу тебе прикал Я свободный Я... Пилигрим Так что... Знаете, иногда и... И... Семейная жизнь идет плюс Иногда и без нее тоже хорошо Вот вы на контрасте прямо Конечно, стрессов нет Пришел домой, все хорошо, никто тебя не трогает Ешь, что хочешь, смотришь, когда хочешь Чего хочешь Поэтому... Свои плюсы есть всегда Просто нужен человек, который будет тебя поддерживать Вот, наверное, у Кирилла это и произошло Да... Бывают жены, которые пилят Вот... Слава Богу, все хорошо И нет там... Какой-то ревности Где-то было... Были моменты, когда... Я знал такие пары Жена звонит Каждые пять минут Ты где? Час только будешь Естественно, ну это... Мужчина может терпеть неделю, там, месяц Он слышит... Он слышит, что-то пилит уже у кого-то Да, понимаете? Поэтому все же это... Отношение двух людей Это труд двух людей Поэтому, если это присутствует То... Почему не интересно? Наоборот, интересно Я вам искренне желаю, чтобы вот это было как можно дольше Кирилл вообще лучше в этом плане Спасибо, спасибо На него надо равняться Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо И вообще, мне кажется, что ты последний из Магикан Ну, не последний, еще Маликов Дмитриев Ты и Маликов? Да, и Пресняков Хороший, конечно Пресняков нет Уже с Наташей Подольщикой уже давно Нет, причем, была же Кристина Кристина была, да Поэтому он... Они друзья с Кристиной Друзья Но он не в вашем клубе Девиз 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 Нарко... Извините Рок-н-ролл Ладно, нет Девиз какой Кирилл, давай от тебя девиз Потому что я не могу Я сегодня Не могу вам сказать, как нужно Потому что я, наверное, неправильный пример В плане отношений Потому что я Довольно-таки Не молод, но и не стар Но я еще, конечно Люблю Погулять Поэтому Знаете что? Я вам скажу только одно Полюбите себя Будьте эгоистичны В меру Но если будет рядом человек, который вас будет понимать, любить и не ущемлять вас в вашей свободе Конечно же, будьте рядом с ним А так Кайфуйте от жизни просто, пока вы молоды Потому что потом И кислородная подушка Все И голодание кислородное И голодание и клизма Все Девиз Девиз До 50 надо Ну, наверное, наверное, жить в гармонии с собой А потом в гармонии И больше, наверное, отдавать Спать Тепла Любви И вы будете это получать взамен, потому что Ты сейчас описал просто панду какую-то, тепла, любви Как по-другому Ну, конечно, конечно И Умейте отдавать От себя Свою доброту И вам сторица вернется, друзья Серьезно Панда рулит Спасибо вам за это Здрасте, Петро Спасибо Желаю В дальнейшем встрече Тебе спасибо большое Мы желаем тебе, чтобы ты Оставалась такой же Молодой, жизнерадостной Чтобы у тебя были интересные собеседники Чтобы ваш YouTube-канал набирал Мега Просто Мега Просмотры Вот И желаем тебе, чтобы твоя личная жизнь тоже была в порядке Да, и чтобы, если ты родишь мальчика, чтобы называла его Кириллом Ничего себе Я шучу Степаном А я нет Спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии Все, не смотрите больше Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok